вот желание когда приходит к чему-либо если она через нога ну как из ума желание то ну как будто она не нужна но она приходит если как бы не вестись на него и ну что вот типа раз увидеть что это сумма спрашивая увидеть что это смысле идет она распадется а если желание как вот из жизни то есть побуждение это наверно даже из ума не будет это просто будь сразу как действие то есть для этого не нужно у типа так он раз распадется так может быть для него же это искусственно сделать она происходит само искусственно что сделать разрушить носами узнать это из ума происходит или нет вот я сижу там навязчивая мысль я не знаю надо идти работать что-то работу искать она больше через надо чем через желание и это как ну видится что это мысль и через это смотрение это уже осознанное смотрение происходит и осознанно смотришь на это откуда это взялось ты не найдешь выход откуда это взялось не найду выход но не найдешь выход надо тебе делать это или не на ну типа я к тому то действие которое нужно как бы жизни жить она ну она будет сделано не ты хочешь узнать откуда это ну типа да как от жизни или от ума который типа вот он тут живет но недолго ему осталось тут брат ты хочешь узнать откуда это тот который хочет узнать нужно это делать или не нужно из ума это или не зума пока есть желание узнать откуда это это знающий хочет узнать и пока есть знающий которые хочет узнать откуда это будет сложность короче без знающего такого но непоняток не будет она будет делаться жить с того как бы что если нету знающего то ты не знаешь как правильно или неправильно но не то что правильно неправильно ну так короче когда если есть сопротивление и что-то приходят а ты это не хочешь это не она то что надо она не будет не хотеться типа не будет этому который знает что нужно что не нужно вот вот ума что не из ума ты же как знающий хочешь узнать как нужно чтобы не узнавать как нужно убери знаешь вот вот этот вот штуку чтоб убрать я спрашивал что типа вопрошать по кому это надо убрать ты его не можешь потому что это будет хотеть знающий убрать знающий не делать получается то что не хочется это знающий почему я дал знающий но носить кирпичи жар надо было хотел еще на ютона и отдал ему если он такой знающий то он должен понять нахерами эти кирпичи да но он еще не понял потому что он знающий он не не поймет никогда да когда исчезнет знающий эти кирпичи полетят в классе не вас не полетел полетят потому что появится не знающий а не будет знать что 20 летят кирпичи на полку люди куда кидать кирпичей он не будет знать что это бороться он просто будет кидать эти кирпичи и мы все равно будет без разницы когда когда он пропадет когда висит в воздухе под вопрос что на это влияет влияет знающий который хочет узнать что ему надо делать но он видится он когда говорю даже я вижу свое говорение и она вам не это знающий знаете видеть что происходит говорим сама жизнь не знаю что она говорит со стороны чуть-чуть но это будет знающий опять в этом и сложности у тебя происходит и души и знающий который знает что он видит что происходит говорение словом сделать остановку очень сложно остановиться и согласиться с тем что ты ничего не знаешь есть такое это как я пост написал смотри на то что ты знаешь до того момента пока ты не увидишь что ты не знаешь что это это не кирпичи это знающий будет их нести до того момента пока он будет знать что ему нужно кирпичи нести когда исчезнет знающий можно нести кирпичи он офигеет и скажет откуда здесь кирпичи что это такое ощущение что творится значит не поймёт что случилось куда этот знающий делся а не знающий вообще не будет понимать что происходит и мы не надо будет понимать но он короче уйдет не от увидевания ну как я вижу его это тот же я который другой ты хочешь понять как когда-то тебя учили в школе и ты понял это как например таблица умножения через ум понимание осознавание до сих пор идешь через знание не совсем всегда вот я что-то эти дни оставался и это знаешь ты знаешь что он оставался эти дни но да пока ты будешь говорить о том о чем ты сейчас говоришь это знающий ну типа было все что было во время ты говоришь я не знаю что было тогда нету знающего что он прожил эти дни я не знаю что происходило ну да знание желудок не знаю что переваривать знает лишь тот который засовывал в рот продукты но сам желудок он не понимаю что он переваривает ему саша не докладывал желудок я сейчас буду уложить клубнику смотри клубника готовься готовься желудок ты что не слышишь клубника давай дергайся там или что-то шевелись что-то должно происходить пока я тебе клубнику показываю ты готов? готов? готов да так уже кричит но где клубника где? да подожди я жую подожди я не могу проглотить клубнику всё и вот так жизнь она не разговаривает с тобой как и ты с желудком немножко разговаривает так и жизнь с тобой не разговаривает она тебе не говорит саша готов все готов сейчас кирпичом по башке получишь саша готовься сейчас вася предложит нести кирпичи идей покачайся в спортзал потому что 5 кирпичей это тебе не 5 литров воды кто-то тебя предупреждал о кирпичах точно так же и ты не предупреждаешь желудок что будет предсходить у желудка нету знания что придет так же у тебя нету знания что придет перестань тебе нужно знать о том что ты будешь знать что будет происходить ну как вот этот вопрос который я спросил понимание идет что понимающего что понимание есть что все идет как идиоты есть как тот остается который который ему там что не нравится у тебя не может быть понимание ну как ну вот вот это короче наверное сопротивление в теле на несогласие на что-то остается но понимание есть что ну откуда у тебя может быть понимание то что происходит ну я понимаю что я не влияю на то что происходит на то что я хочу есть ответ как она идет у тебя не должно быть что ты понимаешь все что происходит будто бы видение ну вот это вот то что в теле появляется сопротивление как какое-то несогласие что идет не по-моему это 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 знающий знает что ну не происходит по его знающий ну вот цигай хотел чтоб меня любили но не любится вот есть понимание что есть жизнь а есть личность эго эгоист который вот хочет и вот это видится убери эти все знания эгоиста знание что как хочется как правильно как неправильно что нужно тебя любить что не нужно тебя любить вот это все убери это все ощущение остаются ощущение остаются но кроме ощущения пусть ничего не остается ну то есть как это происходит появляется мысль которая запускает что-то в теле и И видится, что это попытка «я хочу», а там ответ, типа, вот человек живёт, как живёт. Ты можешь жить видящим, ощущающим, но не понимающим, как нужно. Ну, я понял. Типа смотреть надо, ну, так и получалось. Вот эти дни я вижу на ощущениях тела, которые там поднимаются, грусти какие-то, нежелание что-то делать, нежелание жить, и оно есть, оно просто смотрится. Бывает попытка, мысль уходит на думание чего-то, но потом как будто отсечка назад, типа просто смотрение на то, что есть. Ты можешь что-то ощущать. Ну, не описывая это ощущение. Ну, а оно будет. Описывая его или нет, оно происходит из-за того, что, да, в мысль ухожу и как бы не вижу, что я в мысли, а потом возвращаюсь. Мысль — это привычка описывания ощущения. Ну, то есть вспоминается какая-то ситуация, идёт в теле реакция, там, боль или что-то ещё, и вот проживается вот это, видится. Да, и ты тогда не видишь это, потому что ты вспоминаешь, как ты жил это, похожее на это. Да, да. Тогда ты теряешь само чувство. Чувство теряю, что вот сейчас болит? Болит или чувствуешь, или бесчувствуешь, неважно, что… Ты теряешь, теряешь мысль об этом, или теряешь это ощущение сейчас здесь, потому что как бы не смотрю на него? Теряешь само чувство, потому что в этот момент мысль тебе показала, что это у тебя уже было. Да, сначала поднимается что-то в теле чувство, потом мысль говорит, откуда это пошло, и я типа там, в мысли, думаю, там вот это всё, как это было. Как это было, но это ощущение, которое сейчас, несопоставимо с теми ощущениями, что были. Были — это здесь, а есть — это здесь, сейчас. Поэтому ты не можешь идти вот сюда, а оставаться только здесь. Смотреть на переживания в теле, как только попытка идти в мысли, типа как-то увидеть, что это мысль. Уходишь в мысль, и ты сразу говоришь, ну что мне мысль даст? Меня сейчас надо узнать об этом ощущении, которое сейчас происходит, потому что это ощущение, которое я сейчас проживаю, оно неповторимое, поэтому я не могу сравнивать это ощущение с тем, что было. С тем, что было, это прошло, я просрал, я не увидел, я не ощутил, а сейчас я хочу ощутить. Мне неинтересно, что было, мне сейчас интересно. Если смотреть в это чувство, ощущение, то понимание будет приходить. То есть ум автоматически начинает описывать, что чувствуешь, какими-то картинками, но как будто не смотреть на них, а смотреть на само чувство. Конечно. Поэтому надо познать то состояние, которое с тобой сейчас происходит. Вот это познавание не умом, типа не объяснять, пребывая в нём, как будто будет приходить понимание, без картинок, а как-то по-другому. Ну, ты должен попробовать это, почувствовать, узнать самостоятельно, что это за продукт, который принесли тебе. Сама жизнь дала тебе чувства. Жизнь, это же жизнь, даёт тебе чувства. Да? И оно тебе даёт, это жизнь, один раз в жизни почувствовать. А ты не хочешь. Ты эти чувства закрываешь, которые только что тебе дали, почувствовать памятью. Но эти чувства, наоборот, они из прошлого. То есть в моменте я сижу, ничего не происходит, но память поднимает, что-то происходит. В моменте всегда что-то происходит. Всегда. В моменте не может ничего не происходить. Никогда. Не, ну вот то чувство, которое поднимается, а, ну получается, да. Ну как, я что-то вижу, идёт как похожесть на то, что было, и поднимается. Ну да, из памяти. Так ты из памяти сравниваешь то чувство, которое в моменте жизнь даёт. А жизнь всегда даёт что-то новое, 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 новое. Попробуй только успеть за этой жизнью что даёт. убираешь парами переводишь внимание на то что жизнь дает и беги за этой жизни познавать основа и познавать ты забудешь за память ты забудешь за мысли и ты блин попадешь в настоящий момент это случится она быстро получается что-то смотрю похоже ситуации с прошлого она моментально память туда уходит мы внимание поднимается чувство в теле и сидишь просто смотришь и как будто это то что было вот это быстро происходит как тебя он ввел в заблуждение чувство то что ты чувствуешь прямо сейчас типа он тебе привел это иллюзорное чувство и ты поверил что это чувство настоящее настоящего момента это иллюзии а чувствуется как тогда если ты чувствуешь как тогда тогда саша пусть пошлет это тогда типа послать несмотрением туда или неверованием кто сразу найди что тебя сейчас окружает в момент утики подтвердить момент подтвердить момент смотрением запахом услышали ощущение момент подтверждается только этим а иллюзия увидеть что это было поднялась память и вот вот эту штуку сделать что и унимаем что момент этого нету да ну ты только так подтвердишь свой момент она будто постоянно догоняет с памяти постоянно напоминает потому что она тебя удерживает в иллюзорном мире и муж я говорил эта штука которая вот по любви она последняя будто что с на остальное все похрен а вот эта штука она сильная и типа держи до ну что я рассказывал что щупальцами она щупать 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 найти в тебе слабое место и за шкирку до и бросила тебя в этой все это потому что сильно эмоционально до но ты не хочешь проживать эту боль даже ну а направо не ну хочу не хочу она живется мало ли что хочу никуда надевать но она когда появляется боев ты избегающие берешь кирпичей несешь да вот он то и дело не ношу ленюсь но короче я понута жевать и ну я аж так и думал да типа полностью поражать она все выше выжила и не знаю конечно у тебя другого губора нет ну да это понимание есть будто бы я это чувство начинаю типа как будто себе объяснять почему это так чтобы как будто бы ну как будто я сопротивляюсь как будто есть на береме эти как будто бы убери знания не описывать ничего не объяснять просто проживать но это как желудок он не спрашивает тебя саша зачем ты сюда положил перец есть потому что будто он оправдывается он это чувство начинает оправдывать чтоб типа я не виноват и чтобы не проживать надо нужно убираешь убирается саша который знают что он делал станет знающий станет таким как будто бы ты блин вообще первый раз в этот мир попал и вообще ты не понимаешь что здесь притворись этим притворись притворись для своего не притвориться мол что искренне притвориться но притворись на день на два дня на неделю для этого ума что ты дурочок что ты вообще ничего не понимаешь если он тебя имеет тут и его поймете уже какие у тебя знания о том что после социального что ты будешь делать как пойдет ты мне скажи у тебя же были какие-то планы знания может быть поиграть в комп и вот закончится этот самый социал включаешь компьютер включаешь игру и игра только загружается ты вырубаешься взятки весь компьютер нахер все но я вот два раза удалял и груда то есть а я не за удаление игры и посмотри что ты будешь делать посмотри на свое состояние этого саши как он себя будет вести самим собой к вам не вестись на желание кого он будет насиловать кого он там захочет заставить что-то сделать ты увидишь этого сашу который живет внутри тебя как бы не потакание ему на его прихоти появится злой будет вот я уходил получается от этих ощущений там в игру в сериал внимание туда уходила из того что проживалась ты знаешь что у тебя происходило я тебе сейчас говорю о том что ты не знаешь что будет происходить настало того саша который проживал увидите этого сашу который появится познакомься с этим саш поздоровайся с ним поговори с ним пообщайся он появится злой может быть может добрый может будет просить она не придуривайся включи компьютер можно сказать сейчас получишь увидишь от учиться за живот будет болеть головная боль начнется ты не шути со мной всякие могут он он имеет право делать разные действия этот саш и ты увидишь 2 саша которого ты не знаешь который живет внутри тебя и познакомься с ним просто общаясь с ним с вечера бывало я так типа все завтраки посяду ничего не буду делать с утра чё-то посижу не говори о том о чем ты знал сейчас мы этим познакомиться с саши этого сашу ты еще не знаешь потому что ты его знаешь скользь я вас собой считаю но он появляется когда заканчивается с отцом с ним надо познакомиться просто познакомься он сделает какие действия какие-то он говорит давай делать ты берешь давай делаешь 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 и на начале этого действия обрезаешь это все и знакомишься с сашей говоришь о привет пообщаемся именно пообщаясь с ним он будет тебе рассказывать а ну ты услышишь разговор ты услышишь может прямо сейчас разговаривает он постоянно вмешивается нашим взгляд стена влазит ты просто его не замечаешь ну да да но ты должен познакомиться с ним он появляется когда грия дойдет я я-то не знаю когда он появляется потому что если бы ты знал когда он появляется ты бы его разрушал но ты пока еще не знаком с этим саш когда знание идут этого не обережай знание у саши которого ты не знаешь потому что он никогда не кажется тебе он показывается только в самых сложных ситуациях когда чат с кем-то переписываясь я смотрел от телеграме каблешочки там было что рассказывал какие-то истории это не тот саш это не тот самый главный саши это другой саши суси это саша который слабый который рассказывает всем как надо жить можешь зеркалом сесть перед зеркалом скажи ему выходи хочу тебя увидеть познакомиться можно сидеть перед зеркалом только скажи пока не выйдешь я ничего не буду делать и сидишь перед зеркалом ничего не делаешь пока он не выйдет любви нет писать и прыгнуть как одни кушать не сон пить не буду вот сейчас ничего не буду делать пока то не выйдешь мне столько уже лет а я до сих пор с тобой не знаком или находишь меня знакомишься я почувствовал это будка получается как ощущение как маленькому ребенку что-то показать на не дать днем бы подниматься сопротивление и по ну да и дай не важно что будет происходить важно когда ты будешь смотреть на то что происходит вовлекаться сейчас не придумывать потому что до момента происходящего ты уже вовлекся в то что якобы ты знаешь что будет происходить это было что вот сидеть и ничего не делать и смотреть на то чтобы происходить да пока я никак к этому не подходил потому что ты сразу от этого уходил да да и шел что-то делать да может первый раз не получится второй раз третий раз четвертый раз пятый раз чем больше ты будешь сидеть звать его тем быстрее он придет и пообщается с тобой ты намного больше намного сильнее чем намного намного больше ты чувствуешь это в разговоре как будто слабость то есть если говорить человеком как будет по той стороне а чувствуется вот это не затронутость как будто ну сила про который ты говоришь я не знаю чем ты сейчас ты с такими как ты не разговаривал живу о чем с ними можно говорить но в присутствии был с ними чувствовалось знаю что то что и сейчас я чувствую то я и тогда чувствовал например на тебя я смотрю вижу что есть тот который боится сделать и вот этот шаг туда во внутрь когда я смотрел сито я встречался но сначала в литве а потом я встретился с ним в таиланде и когда я пришел говорит пошли просто посидишь ну что мне делать еще просто посидеть это ты уже про пробудился как бы да и и он сидел напротив меня я просто прямо напротив него такси он посмотрели друг другу в глаза и там ну что он ничего нет и так же как и в тебе я ничего не вижу я вижу в тебе игру ума но если я отмеряю глубже ты там то что-то там ничего нет точно так же в нем ничего нет точно так же и он во мне ничего не видел точно так же как и ты берешь стакан и ты что ты можешь видеть стакан если есть знание что это стакан то ты его видишь как стакан если ты выбираешь знание ты ты видишь что-то неизвестное для себя и ты туда ныряешь в это неизвестно тебя ничего вам потому что знание она даст упор какой-то стакан станет препятствием для твоего прохождения сквозь стакан так вот у тебя есть препятствия которые есть знание они тебе не дают дальше идти убираешь знание препятствия не существует ты проводишь сквозь потому что тебя нет препятствия ни в чем тебя ничего не удерживает ты не начал не или не зацепливаешься ты не за что ли цепляешься не останавливаешь не разговариваешь с этим поэтому я хочу тебя чтобы ты увидеть сашу что его не существует ну да и как сейчас есть вера что он чтобы ты увидел что тот саша который существует у тебя в голове ты увидишь у него нету препятствия для тебя потому что это лишь знание у саши который делает препятствия для тебя в жизни и все больше ничего это признание будет у желудка саша съел то что ему нельзя и желудка начнутся проблем но если саши нету знания о том что ему нельзя то желудком никогда нет желудка все будет переваривать хоть степо ему давали на стекло перевалить гостину и гостю перевалить и у в в в Спасибо. Когда ты встречаешься сам с собой, якобы с каким-то телом, которое просветлённый, то там нету знаний, которое может остановить тебя. Это как про песок, когда ты насыпаешь звуку, он сквозь руку проходит. А, ты когда разговариваешь, ты видишь знания, ты видишь знающего, с кем ты говоришь, и там знания. Да, и эти знания я убираю у тебя, чтобы не было препятствий у тебя, потому что само знание даёт препятствия. И если я убираю знания, тогда ты проходишь сквозь руку. Когда я общаюсь с людьми, я убираю у них знания, забираю, и они становятся как и я, поступают, они всё пропускают сквозь себя. Ну, я помню, когда говоришь человеку, если у него эго есть, он начинает сопротивляться, мнение своё там как-то вот что-то, а если он принимает, это ничто его не берёт. Конечно, сквозь него сразу всё происходит. Я не даём знания, я всегда говорю, что я забираю знания. А многие приходят, говорят, дай мне ему знания. Я говорю, я не даю знания. Вот эта одна жизнь играет во всех, и тех, и тех. Но у неё нет такого, чтобы кто-то выиграл больше раз, кто-то меньше раз. Она играет и там, и там, у неё нет победивших, у неё нет проигравших, у самой жизни нет этого. Происходит игра, у неё нет ни победивших, ни проигравших. Нету просветлённый какой-то более просветлённый или просветлённый менее просветлённый. Нет, и там, и там одна игра. Не может жизнь дать кому-то больше, а кому-то меньше просветлений. Поэтому нету отличившегося, победившего, проигравшего. Нету здесь такого. Это все оценки, знания, это хорошо, это плохо, белое и чёрное, синие и зелёное. Это игра цветов, игра жизни. Цвета тоже не появляется в определённом человеке. Человек может изменить там, допустим, листик синий или зелёный. Человек его может окрасить. Но саму краску, он зелёный, он не может окрасить её. Может использовать краску и засунуть цветок в краску, и цветок будет впитывать воду с краской. И цветок может стать синим. Но он синим стал не от того, что он изначально рождён синим. А из-за того, что его надурили, налили ему воды синий. Обман. Искусственно. Но также искусственно обманом тебя окрашивает твой он в какой-то цвет. Ты веришь в это. Поэтому найди источник, найди Сашу, пообщайся с ним. И ты увидишь, что это был обман. Источник бесцветный. Цвет появляется от бесцветного. Цвет зарождается неизвестно чем. Точно так же, как и неизвестно от чего появляется что-то. Ни из-за чего. Поэтому если ты всовываешь в воду, вода прозрачная, какую-то вещь, зерно, не знаю, травку какую-то, которую ты ещё не знаешь, какого цвета она будет. Как вода прозрачная дала цвет какому-то цветку. И ты понимаешь, все что ты знал, ты ничего не знаешь. Потому что все твои знания это были обман. Как в бесцветной воде появилась цве. Почему нам говорят, что надо кушать мясо. Откуда они знают, что нам надо есть мясо. Если мы будем пить воду, может не будем жить, будем тоже жить. Если вода даёт цвету жизнь, точно так же нам дадут жизнь. И сам источник можно давать всему жизнь. Источник не говорит, что я тебе не дам жизнь, потому что ты будешь плохим. Источник дадут жизнь плохому, скажем, доживее, плохому, я хочу увидеть, как это будет. Источник даёт ему жизнь. Он его не убирает с этого мира. Если его не принимают люди, ему ещё больше будет силы давать источник, чтобы люди поняли, что они не тело проявленное ненавидят, а себя ненавидят. Потому что в этом теле тот же источник, что и в них. Как они могут ненавидеть кого-то в этом мире? Значит, они ненавидят себя в первую очередь, а вторую очередь уже ненавидят кого-то. В этом источнике даёт, чтобы познал цветок себя, тело себя, сознание в этом теле, чтобы осознало, что он, оно, она, они не являются этим. Они являются источником, прозрачностью, чистотой. А всё, что проявлено источником, оно не является этим. Это воображение человека, что он видит зеркало. Зеркало не существует. Источник проходит сквозь зеркало. У источника нет какой-то границы, что оно вбрётся в зеркало и дальше не пройдёт. Источник проходит сквозь. Только знание останавливает. Я сейчас увидел, что вот всё, что есть, только лишь знание мешает, как будто какая-то мембрана между тобой и мной, между тем, что есть. Я как будто не представил, почувствовал, что такое беззнание и как-то, типа, ничего нет. Спасибо. 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 Спасибо.